пойдемте посмотрим на огород наш здесь у меня уже жена вот помидоры начала уже убирать вот тут еще остались посмотрите много помидор сожгли линии нам пришлось срочно их все снимать потому что пока мы весь урожай не потеряли вот смотрите видно вам как они живут видно вам что они с ними делают это произошло за одну ночь все сразу за одну ночь вечером еще были нормальные а потом произошло вот это сейчас то что я вам снимает уже второй день какая-то произошло ну просто на утро мы встали вот такое увидели никаких заморозков не было ничего представляете что что-то что творят а теперь покажу вам арбузы ну как вы на это смотрите так должно быть с арбузами да опять произошло вот все когда приехал вот сосед он там он там я вам говорил что что-то не по этой траектории он опять появился вот они арбузы вот это вообще середина середину все выжгли плоды не завязались никакие здесь вот есть вот они там скрываются маленькие поспеть они не успели а вон там даже маленький лопнул на видно вам нет маленький лопну там тоже видите он все погорело вон там вот там вот где эти кукурузы густы вот там вот за вот девятками там стоит дом же окна не видно за его этой всей листвой оттуда долбит он нам 10 горошки вот его не было целый месяц с конца и середины июля где-то пола сейчас вот по конец августа его не было сейчас он появился нам на сбор урожая нам забить картошку они нам тоже спас поджигали вот все горит дыня вся горит он что творят вот кроты смотрите видите как кроты подрывает землю вот видно его туннель видите как он нарыл здесь у нас огурцы вот огурцы его среди как он оттуда вот долбит до оттуда вот он идет вот смотрите здесь видите огурцы они как вот они вот они здесь немножко по пожухли пожухла эта сторона и вот мы смотрим дальше дыни а видно вам как бы не пожухли видно здесь пожухли дыни дальше они вон там пошли пожухли вот там как раз где худой перешейк грядки арбузной ну вот эти лучами не сжигают на жгут не дают нам никаких сходов сейчас я вам покажу еще чего они тут на направляли на теплицу а кстати еще поэтому вот этой траектории как я вам говорил вот по этой траектории два подсолнуха даже три подсолнуха смотрите как они завяли смотрите что с этим подсолнухом это нормально просто есть растение которые устойчивы возможно каким-то волнам есть которые очень чувствительно не моментально сгибаются и вон тут еще вон там потом он разогнулся потому что она туда лупит здесь цветник цветник никто не трогает никому не нужны как говорится заходим в теплицу а кстати вот дыни смотрите чё с дынями арбузами сделали это что такое это кто поел подскажите мне что за дыры такие что за дыры кто поел мыши крысы кто-то псков лица все жрать нечего в полях уже все все благородок люди блины смотрите с перцем чем на видно вам нет дырочку видите листочки дырочку он как по прожигали все я не знаю может быть через экран это все как-то не так передается ну вот наяву это все видно что не какой-то не жучок это прямо вот именно волновые ожоги на листьях все это по прожигали на тот год вообще ничего такого не было за этот год за нас взялись вообще сильно взяли за нас это я вам только рассказывают про растение то что мы заметили сколько мы еще чего не заметили сколько нам в огород подкидывались эти колдуны все чего только не подкидывали и куски хлеба и все чего только там всякие предметы и зарывали и по на порог подбрасывали я не знаю честь короче взялись всякими методами пытаются нас выжить отсюда понимаете так что вот здесь вот слава богу в теплица еще пока более-менее но все равно они работают они жгут не нам пытаются урожай весь загубить он там тоже помидоры вот он начали вон те где помидоры тоже начали у кожица чернеть они отрабатывают свое задание есть не это не выполнят и вообще там головы не сносить я же тоже знаю как у них там у псёбов они уж подвязались сделал он так все им конец если они не сделают вот смотрите тут тоже я вам тоже тут говорил вот у кровати жгли когда они мне вишню смотрите ну как этого малину так пожечь а здесь нормальный вкус малины видите здесь нормальный вкус малины вот там какая малина а живет радуется от что такое что с малиной вот здесь у кровати житель что такое это как можно было так все пожить скажите всю малину сожгли всю малину сожгли вот так вот так что они работают не работают, все жгут, все уничтожают нам, чтобы мы их с голодом тут оставить, мы же на огороде, огородиком одним питаемся, понимаете, вот смотрите какая малина хорошая, красавица, смотрите, даже вот через стекло, вот если вам видно, вот здесь стекло, через стекло солнце даже не жарит, у малины она даже не сохнет, ей везде удобно, малину ее никак не погубишь, она везде к всему приспосабливается, а там смотрите, как они выжгли все, малину бедную все сожгли, с лучами, с этими против лучей, а что он сделал их малиной, ничего не сделал, вот так вот, так что жгут, жгут твари нам, огород, жгут, ладно, господь дал им время, помилуй нас всех, господи.